День жителей пансионата «Теплые беседы» начинается в 7 утра. Гигиенические процедуры, зарядка и завтрак, а затем обход медсестры. Она измеряет давление и раздает лекарства. Сотрудники пансионата 24 часа в сутки ухаживают и присматривают за людьми пожилого возраста. Часто в таких условиях нуждаются люди, страдающие деменцией и болезнью Альцгеймера, а также пережившие инсульт или инфаркт. У нас там в штате есть аниматор, социальный психолог, управляющий пансионатом, в сиделке медсестра с медицинским образованием. Два раза в неделю к постояльцам приезжает врач из клиники, с которой у нас договор, осматривает. При необходимости вызываются другие врачи. Антонина Яковлевна Лобачева в пансионате уже месяц. Говорит, здесь чувствует себя лучше, чем дома. Мне все нравится, чистота нравится, вся уборка нравится. Всегда чисто, внимательно, ни в чем не отказывают. Но мне здесь лучше, поскольку дома я была одна. Сегодня ей исполнилось 80 лет. Поздравить с юбилеем именинницу из Санкт-Петербурга прилетела ее дочь Наталья. Ситуации бывают разные. Вот, например, как у меня, я живу в другом городе, нет возможности самой ухаживать. Здесь круглосуточное наблюдение, уход, можно быть спокойным за своих близких. Первый пансионат комплексного ухода «Теплые беседы» открылся 7 лет назад. Сейчас в сети 36 таких заведений, расположенных в разных уголках Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день в пансионате Дроздова живет 17 пенсионеров, за которыми ухаживают 10 человек персонала. Всего же заведение может принять до 40 постояльцев. Особенность «Теплых бесед» – пятиразовое питание. У нас очень хорошо кормят. Здесь балансированное питание. В этом зале кушают непосредственно те, которые ходячие. В комнатах кормят сиделки лежачих бабушек и дедушек. Питание разрабатывается диетологами каждые 3-4 месяца. У нас главный менеджер по поварам. Принимают участие сами повара, непосредственно врачи-диетологи. Особое внимание руководство пансионата уделяет досугу пенсионеров. По возможности бабушки и дедушки каждый день гуляют, занимаются легкими физическими нагрузками, лепят, играют в настольные игры, читают и поют. Кстати, навещать своих пожилых родственников можно хоть каждый день. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Фитнет.